Металлоискатель Fischer F-70 Сейчас мы познакомимся с вами с конструкцией металлоискателя Fischer F-70. Металлоискатель Fischer F-70 собран на S-образном конструктиве. Могу сказать, что металлоискатель очень легкий и очень легко трансформируемый по своему размеру. Поэтому с этим металлоискателем может ходить поисковик абсолютно любой комплекции и роста. Начиная от детей, дам и заканчивая очень высокими мужчинами. Для этого в металлоискателе предусмотрена регулировка его размера за счет многочисленных отверстий регулировочных в средней штанге. Перемещая пружинную кнопку и штангу нижнюю относительно средней, вы настраиваете металлоискатель таким образом, чтобы он был комфортен вам в поиске. Кроме этого, вы можете передвигать подлокотник относительно верхней штанги. То же самое для того, чтобы пользование металлоискателем Fischer F70 доставляло вам удовольствие. Металлоискатель снабжен относительно небольшой, но чрезвычайно удачной монокатушкой, благодаря которой этот металлоискатель можно назвать большим универсалом. То есть вы можете с этим металлоискателем искать абсолютно любые находки и использовать его для поиска древних и старинных артефактов, имперских и средневековых монет, украшений. Можете использовать его на пляже, можно использовать его даже на мелководье, потому что катушка полностью защищена от воздействия воды и проникновения воды внутрь катушки. Единственное, что если вы будете использовать металлоискатель для поиска артефактов в воде, не мочите блок управления. До блока управления можете погружать металлоискатель совершенно спокойно в воду. Металлоискатель оснащен нижней пластиковой штангой, которая настолько прочна, что вы можете использовать для этого металлоискателя и дополнительные катушки, приобретая их и большие, и наоборот катушки-снайперки, маленькие для поиска на замусоренных участках. Подлокотник металлоискателя очень комфортный, он снабжен прорезями для установки хомута дополнительного, в комплект он не входит, но в принципе необходимости в его приобретении установки нет. Рука не выскакивает, развесовка металлоискателя очень удачная. Я еще раз повторю, что металлоискатель легкий. И очень удачно конструкторами решен вопрос развесовки за счет того, что блок батарей перенесен под локоть. Поэтому работать этим металлоискателем легко, и можно это делать достаточно длительное время без усталости. Можно сказать, что все функциональные клавиши металлоискателя Fischer F70 находятся в удобном доступе для большого пальца правой руки. Ну и естественно, этот металлоискатель могут использовать и те люди, которые предпочитают вести поиск левой рукой. Соответственно, кнопки тоже будут легко достижимы. Дисплей большой, все здесь видно. Достаточно много информации, с которой мы потом познакомимся в следующих частях нашего обзора. И еще несколько слов скажу о ручке металлоискателя. Как видите, она достаточно длинная. Это сделано для того, чтобы во время поиска вы могли перехватывать ее так, как вам удобно, и ввести поиск где-то в каких-то затрудненных, стесненных условиях. Блок батареи расположен под подлокотником. На нем же располагается потенциометр, который включает металлоискатель и регулирует громкость сигнала. Ну и в комплект входят два удобных хомутика, типа липучка, которые крепят кабель катушки на штангах, не давая ему раскачиваться и цепляться за какие-то препятствия, ну, типа ветвей, кустарника, если вы ищете с этим металлоискателем в лесу. Рабочая частота металлоискателя 13 кГц. Это достаточно высокая частота, но тем не менее она обеспечивает именно универсальный поиск с металлоискателем Fischer F70. Вот таковые конструктивные особенности этого металлоискателя. А дальше мы будем знакомиться с техническими возможностями этого детектора. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok